В природе животные делятся на две категории – хищники и жертвы. Но, как говорится, иногда и охотник становится жертвой. Я хочу показать вам ролики, доказывающие правдивость этого высказывания. От схватки рептилий до ремейка мультфильма Диснея. Вот 12 хищников, которые не на того напали. Привет, друзья, с вами профессор Гуглов. Поехали! Комодский варан и питон Сложно представить, что рептилия готова напасть на другую рептилию, чтобы и съесть ее. Но это реальность. Наш мир, кажется, с каждым днем все больше сходит с ума. На этом видео показана невероятная схватка между питоном и комодским вараном. Но она заканчивается не так, как можно подумать. Змея случайно замечает варана, возвращающегося в свое гнездо, и решает последовать за ним. Ведь кто в здравом уме упустит шанс поесть? Питон крадется за ящером и потом начинает оборачиваться вокруг варана, видимо, планируя того съесть. Но, к счастью для варана, ему на помощь приходят несколько парней из соседней деревни. Они вытаскивают змею и спасают ящера от верной смерти. К сожалению, его яйца пострадали и треснули, маленькие варанчики в них погибли. Но все равно варану повезло, и он выжил. Правда, по ящеру не скажешь, что он в восторге. Мама Пума против медведя Что бы произошло, если бы медведь Балу из Маугли попал в короля льва? У меня нет ответа на этот вопрос, но у меня есть видео, в котором Пума сражается с медведем. Вот оно. Мы видим огромного медведя-гризли, наткнувшегося на мать Пуму и ее детеныша. Медведь голоден и готов напасть, ведь это еда, которую он целый день искал. К сожалению, Мишка не усвоил ценный урок. Никогда не связывайся с матерью, гулящей вместе с детенышами. Когда медведь начинает приближаться, Пума нападает. Начинается драка с большим количеством царапин и укусов. В конце концов, косолапый понимает, что это того не стоит, и идет домой. Ящерица против леопарда Нет, это не ошибка. Сейчас я хочу рассказать про схватку между ящерицей и леопардом. На первый взгляд, эти два животных могут показаться несовместимыми, но природа порой может сильно удивлять. Видео начинается с того, что мы видим ящерицу, тихо идущую по траве в сафари-парке в Замбии. Вот ее начинает преследовать леопард. Хищник начинает подталкивать ящерицу лапой, как будто требуя, чтобы ящерка просто перевернулась на живот и сказала «вот она я, съешь меня». Но этого не происходит. Ящерица набрасывается на леопарда, заставляя его развернуться и уйти. И, может быть, подумать о смысле жизни. Через несколько минут леопард возвращается, он настроен решительно. Но всякий раз, когда леопард приближается к ящерице, она взмахивает хвостом, защищаясь от этого грозного хищника. В конце концов леопард сдается и уходит, устав сражаться. Гарпия против ленивца Как вообще можно драться с ленивцем? Эти животные спят весь день. Им совсем не интересно общаться с окружающими, и они полностью пассивны. Но оказывается, ленивцы часто становятся жертвами гарпий. На следующих кадрах видно, как эта великолепная хищница-птица пытается совершить дерзкое нападение, целью которого является несчастный ленивец. Он только что залез на вершину дерева, но гарпию ждет сюрприз. Этот ленивец не согласен, чтобы его похищали, и он даже несколько раз медлительно ударил гарпию. Сомневаюсь, что хищника это напугало, но интересно наблюдать, как ленивец пытается боксировать. После того, как ленивец справился с этой необычной угрозой, он начинает спускаться с дерева, оставив птицу совершенно сбитой с толку. Почему такую простую задачу, как добыча ленивца, хищник выполнить не смог? У гарпии нет оправдания. Ленивец – одно из самых медлительных и ленивых животных в мире. Бьюсь об заклад, гарпия хотела, чтобы никто об этой истории не узнал. К ее огорчению, видео с произошедшим теперь есть в интернете, где его все могут увидеть. Леопард против медоеда На первый взгляд это похоже на драку большой кошки-хищника против барсука, которая закончилась еще до того, как началась. Но это так только кажется. Медоед – одно из самых свирепых и храбрых животных в животном мире. И все, даже самые грозные хищники, должны усвоить, что с ним лучше не связываться. Этот леопард совершил серьезную ошибку, когда решил напасть на детеныша медоеда. Через несколько секунд мама медоед уже мчится схватить огромную кошку. Завязывается короткая схватка, потом леопард бросается на утек, медоед, естественно, его преследует. Да, даже самые сильные хищники не рискуют сразиться с медоедом. После леопард наблюдает, как мама барсук устраивается рядом со своим раненым детенышем, решив защитить его от следующей атаки огромного хищника. Гигантский муравьед против ягуара А вы знаете, что ягуары часто охотятся на гигантских муравьедов? Ну, возможно, вы не в курсе, а вот для ученых это давно не тайна. Это видео подтверждает, что некоторые ягуары, настолько глупы, что пытаются напасть на взрослых гигантских муравьедов, и, естественно, схватка с ними идет не так, как хищники предполагали. Муравьед не только не дает ягуару укусить себя, но и пытается отогнать его. Муравьед ведет себя не просто как животное, защищающее свою жизнь, но и как активно нападающее на того, кто ему угрожает. Кто бы мог подумать, что муравьеды могут быть настолько агрессивными? Лев против зебры А сейчас я покажу классическую комбинацию хищника и жертвы. Зебра – естественная добыча для льва, этого короля джунглей, и обычно с этим парнокопытным у льва проблем не возникает. И в этот раз львица подумала, что все пойдет как по маслу, заметив на открытом воздухе стадо зебр. Когда жертвы, в конце концов, заметили хищника, то побежали прочь. Естественно, львица тут же среагировала, она устремилась в бой и ненадолго исчезла в облаке пыли. Когда пыль рассеялась, стало понятно, что хищнице удалось поймать добычу. Ну или так она подумала. Но зебра не сдается, и в конце концов ей удается вырваться на свободу, при этом быстро ударив львицу. Хищница, в конце концов, вынуждена признать поражение. И она, на удивление, хорошо это воспринимает, учитывая обстоятельства. Все же нелегко принять, что твоя жертва просто надрала тебе задницу. Кенгуру против собаки Все вы слышали о кенгуру, одном из самых удивительных и смертоносных животных на планете. Кенгуру может похвастаться сильным правым хуком, и он у этого животного мощнее, чем у Майка Тайсона. Но что произойдет, если поставить это смертоносное сумчатое животное против собаки? Довольно странный вопрос, но у меня есть на него ответ. На этом видео можно увидеть, как кенгуру и собака участвуют в поистине причудливой драки на берегу реки. Этот щенок наивно решил, что может запугать кенгуру громким лаем. В лае ничего страшного нет, но знаете, кенгуру немного чокнутые и не любят такого поведения. Когда щенок подошел достаточно близко, кенгуру удалось поймать его, а затем он чуть не утопил щенка в реке. Это один из самых странных и жестоких боев животных, которые я когда-либо видел. Надеюсь, теперь вам понятно, почему не нужно нападать или приставать к кенгуру. Если они так дерутся с собаками, то представьте, что они сделают с вами. Ягуар против выдры Как вы уже, наверное, поняли, большие кошки, особенно ягуары, не очень умны. В следующем видео ягуар попытался напасть на выдру. Фотографу дикой природы удалось запечатлеть это необычное противостояние на самом большом тропическом болоте на планете. Все начинается достаточно миролюбиво. Семья выдр наслаждается водными процедурами, но затем фотограф, замечая ягуара, незаметно подкрадывающегося к ним. Хищник хватает детеныша выдры и уже собирается убежать, но в этот момент выдры прогоняют ягуара. Да, все верно. Семейству выдр удалось напугать ягуара и заставить его убежать. К сожалению, детеныш выдры умер, он потерял много крови из-за укуса ягуара. Но, по крайней мере, хищник не получил того, чего хотел. Кобра против суриката Если вы поклонник короля льва, то это видео может вам понравиться. Кобры часто охотятся на сурикатов, поскольку сурикат-одиночка практически беззащитен перед этим грозным хищником. Но если на сцене появляется семейство сурикатов, то ситуация кардинально меняется. Эта кобра совершила ошибку, начав преследовать одинокого суриката, не подумав, что поблизости находится его семья. Столкнувшись с двумя сурикатами, кобра начала вести себя неуверенно. Змея уходит в оборону, приподнимаясь на хвосте и как будто желая предупредить зверьков, чтобы те не подходили слишком близко. В конце концов, решив, что ей это не интересно, кобра поворачивается и уползает домой. Правильное решение. Бородавочник против гепарда Каждая хорошая мать стремится заботиться о своих детях, и мамы в мире животных тоже. Но некоторые животные относятся к этому более серьезно, чем другие. Например, гепарды. На этом ролике мы видим маму гепарда, которая ищет пищу для своих детей и находит детеныша бородавочника. Вы, наверное, думаете, что эта история будет очень короткой. Взгляните сами. Гепард случайно замечает детеныша бородавочника, вырвавшегося из стаи. Но когда он начинает преследовать свою добычу, все идет не по плану. Мама бородавочник идет прямо за гепардами, снова и снова бросается на хищника. Понимая, что все его усилия тщетные, гепард решает позорно бежать. Вот важный урок. Никогда не пытайтесь атаковать бородавочника, особенно если его мать находится поблизости. Змея против кролика Следующее видео начинается с того, что змея обвивается вокруг гнезда маленького кролика. Душераздирающие кадры. Но не волнуйтесь, надежда еще не потеряна. Из ниоткуда появляется мама-кролик. Она хватает змею и начинает с ней бороться. В конце концов, змее удается вывернуться и отползти. Затем кролик делает движение, которое сделает честь даже Брюсу Ли. Это сальто назад. А затем кроличиха пинает хищника, словно настоящий каратист. Учитывая репутацию этих животных, как спокойных и не агрессивных, это просто невероятно. Настоящий кунг-фу кролик.